Друзья, всем привет! Меня зовут Маша. Я похудела со 115 до 63 килограмм. Делюсь с вами рецептами блюд, которые помогают мне худеть. Это диетический рецепт чебуреков с телятиной, 172 калории на 100 грамм. И вариант для поста и для веганов, это чебуреки с тыквой. Их калорийность 154 калории на 100 грамм. Друзья, я хочу поделиться с вами сегодня рецептом низкокалорийных ПП чебуреков, быстрых. В двух видах я их буду делать с мясом с телятиной, один вид. И второй вид веганский, постный, с тыквой и луком. Значит, смотрите, что мне понадобится. Тесто фила, это я купила во вкусвилл. Это постное тесто, там только мука, вода и соль. Оно вот такими вот листами, сейчас я его открою, стоит 89 рублей за упаковку. Плюс я буду использовать вот такой фарш из телятины. Он низкокалорийный, энергетическая ценность 130 калорий. Всего здесь мало жира. Калорийность фарша дает жир, и она может доходить до 500 калорий, если фарш дешевый и используется много, допустим, говяжьего жира. Потому что говяжий жир тоже дешевый, а калорийность у него очень высокая. Примерно 800 калорий. Но здесь использована только телятина, поэтому все в порядке с калорийностью. Плюс мне понадобится соль. Я использую морскую соль для всех своих блюд. Чеснок сушеный молотый, черный перец. И я взяла еще мускатный орех. По весу сейчас вам скажу. Вот фарш у меня 400 грамм, но я, честно говоря, не уверена, что я его весь использую. Сейчас я вам скажу конкретно, когда я буду уже делать свои чебуречки. У меня, кстати, духовка уже включена и греется. Я порезала лук. На 400 грамм фарша я сейчас добавлю 300 грамм лука. И на 150 грамм тыквы, я сейчас ее взвесила, я добавлю 100 грамм лука. Я порезала сельдерей. Половинку стебля чуть поменьше добавила в тыквенный фарш. И чуть побольше половинки стебля я добавила в свой мясной фарш. Стебель сельдерея это природный усилитель вкуса. Я его добавляю везде. Фарш готов. Кстати, мясной фарш стоил 204 рубля за упаковку 400 грамм. Я начинаю делать мои чебуреки. Достаю тесто. Оно у меня уже разморозилось. Сейчас лежит в холодильнике. Итак, у меня 6 листов, вот таких вот тоненьких. Всего в пасеке 9, но 3 листа я оставила на штрудель. Значит, надо действовать с ними быстро, потому что они очень быстро сохнуты. Они такие тоненькие, но прочные. В общем, что я сейчас буду делать? Складывать пополам и заворачивать в виде конвертика. Итак, на 1 чебурек у меня будет 1 лист и 90 грамм начинки мясной. Решила добавить не 90, пусть будет, а вот 163. Так, третий делаю уже чебуречек. Здесь у меня 165. Но листы разные, где-то побольше, где-то поменьше. В предыдущем у меня получилось только 150 грамм начинки. Так, тыквы 104 грамма. Мои чебуречки готовы. Сейчас я их смажу сверху подсолнечным маслом и отправлю в духовку. И подсолнечным оливковым маслом. Все, отправила все в духовку. Ставлю на 180 градусов. Пока на 25 минут, потом прибавлю. Все готово. Прошло 25 минут. Все мои чебуречки низкокалорийные или конвертики, кому как хочется. Готовы. В общем, я посчитала калорийность пока на все изделие. Здесь у меня получилось 270 калорий на чебурек. Он 170 грамм весом. Здесь у меня получилось 179 калорий на конвертик с тыквой. Здесь 100 грамм весом получилось. Значит, в качестве гарнира муж уже попробовал, съел одну штуку. Ему очень понравилось. Он очень довольный. Жира мало. Мясо получилось вкусное. С перцем, с чесночком, с луком. Тесто вот это тонкое. Хорошо так оно пропеклось. В общем, я тоже попробовала. Мне тоже понравилось. Кстати, есть его удобнее, если перевернуть. Я делала на тефлоновом листе без масла. Как видите, лишнего масла нет. Но есть так удобнее. Тесто здесь потоньше. Вот видите, там они такие сочные. В общем, вот так. С тыквой отличная вещь. В качестве гарнира, смотрите, самое лучшее. Это, конечно, какой-нибудь зеленый салат, потому что он очень низкокалорийный. И вот эта квашеная капуста, я ее купила в Глобусе. И мне понравилась она. Хороший состав. Сейчас я вам покажу упаковку. Вот такая упаковочка. Она без сахара, но она такая сладкая. Нормальная такая сладость. У нее хрустящая. И всего там получается 19 или 20 калорий на 100 грамм. Я заправила оливковым маслом. Все вместе получается отлично. В общем, выбирайте, кому что по душе. Если с тыквой, то можно 2 штучки на порцию съесть. Если с мясом, то одну. Но если там по калорийности проходите, то и на вторую можно замахнуться. В общем, всем приятного аппетита. Готовьте с удовольствием. Готовьте с удовольствием.